Ну а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин, то идея, знаете, любопытная. Ведь вполне можно и в Варшаве показать наши танки, сделать такую большую европейскую гастроль. Хлопано, конечно, но можно. А почему только полякам праздник? Ведь против нацистов на той войне сражался чуть ли не весь мир. Петр Маринин вооружился линейкой, циркулем и штабной картой образца мая 45-го года. И вот что у него получилось. Варшава это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего 2 часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, свалить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. Кажется, нас давно не было в Берлине. 9 мая отличный повод для дружеского визита. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши же военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам. Прага, Хельсин, Вильнюс, Сталин, Рига – это вообще совсем рядом. Половина из этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как же было 70 лет назад. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Из авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заявки принимаются. Армия у нас большая, на всех хватит и еще для Москвы останется. Жалко только, что наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на Искандер и Сатану. Ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!